Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова в студии и продолжаем разговор о головокружениях. И помочь разобраться в этой проблеме нам снова поможет доктор медицинских наук Алексеева Наталья Степановна. Наталья Степановна представляет научный неврологический центр. Вопрос о том, что головокружение – это проблема, и о ней надо говорить, о ней надо знать. И знать не только пациентам, но знать и врачам, потому что очень многие врачи не понимают, что вообще с этим делать. И ваши потрясающие клинические примеры, которые мы слышали, которые, я думаю, мы ещё услышим, говорят о том, что, в общем, здесь к пациенту надо относиться с позиции искусства, потому что не всё укладывается в какие-то алгоритмы, там, я не знаю, гадлайны и так далее. Наталья Степановна, скажите, пожалуйста, вот ухо, наше человеческое ухо – это резервуар ведь очень многих болезней. Как оно вообще, из чего состоит нормальное человеческое ухо? Оксана Михайловна, спасибо огромное за вопрос. И на самом деле головокружение – это проблема междисциплинарная, в первую очередь, между отоларингологами и неврологами. Значит, отоларингологи изучают наружное ухо, которое состоит из наушной раковины и наружного слухового прохода, и исключают даже наличие серной пробки, которая может быть причиной снижения слуха, и может быть в ряде случаев очень редко головокружение. Исключают патологию среднего уха, полусреднего уха. Надо вспомнить наших детей, и кто не переносил отита в детстве. Это очень важный момент, который должен быть обязательно в анамнезе отражён. Перенесённые воспалительные процессы не всегда доброкачественно заканчиваются для пациентов. В полусе среднего уха может быть вялотекущий воспалительный процесс, и он больного не беспокоит, особенно в случаях наличия перфорации, барабанной перепонки. Потому как есть отток, заболело ухо, больной себе что-нибудь покапал типа Атипакса, и доволен, и продолжает работать. Выраженное головокружение, которое может привести в итоге такого не квалифицированного лечения пациента, приводит его в неврологический стационар. И он с головокружения благополучно поступает туда, лечит головокружение сосудистого генеза, но не добивается хорошего эффекта. Поэтому прежде чем заниматься сосудистой патологией внутреннего уха, потому что за средним ухом, за косточками, которые проводят звуковую волну от барабанной перепонки до улитки, следует внутреннее ухо, и его дисфункция является результатом, в результате которого появляется головокружение. Поэтому, конечно, исключить воспалительный процесс в полости среднего уха и исключить лабиринтит от невролога или от реноларинголог обязан, прежде чем он направит больного к неврологу для лечения головокружения уже другой сосудистого генеза. Мы в начале нашего разговора и говорили о том, что сочетание вестибулярных со слуховыми чаще всего это периферическое поражение, которое обусловлено заболеваниями внутреннего уха, и оно более-менее доброкачественное. Скажите, пожалуйста, Наталья Степановна, а всё-таки самые частые причины отитов, зависит ли это от возраста, то есть детства, отрочества, юность и старческий возраст? Чего нам надо опасаться и какие дать советы нашим зрителям, чего избегать? Хороший вопрос, потому что действительно отиты это всё-таки заболевания детского возраста. И обусловлено анатомической особенностью в детстве чаще наблюдается такой вариант развития евстахевой трубы, которая короткая и широкая. Поэтому все процессы воспалительные в носу, в носоглотке и в глотке способны к проникновению через евстахевую трубу в полость среднего уха и возникает воспалительный процесс. Это, на мой взгляд, первая и важная причина. Вторая причина, что очень многие пациенты занимаются самолечением, и поэтому эти процессы не бывают хорошо вылеченными. И это тоже отрицательный момент. Ну и, пожалуй, третий момент – это действительно перенесённые воспалительные процессы в более позднем, молодом или среднем возрасте. Это тоже связано в любом случае с проникновением инфекции из полости носа в носоглотке в полость среднего уха. Редко эта ситуация бывает, когда возбудитель поступает через барабанную перепонку. Тогда должна быть перфорация. Вот при перфорации барабанной перепонки, при определённых условиях, там, попадания воды, она не может быть асептической. Как бы асептическим раствором возникает тоже обострение от сита, и больные это знают, поэтому берегут ухо от воды. Понятно, что мы не сможем преподать, так сказать, курс лекции от лирингологии, но какие-то самые минимальные знания о том, например, отит, его осложнение понять разрыв барабанной перепонки, ведь это же очень ургентная ситуация. На что ориентироваться? Раньше вообще парацинтез сделали. Мне так кажется, что в данной проблеме необходимо выделить, на мой взгляд, самое важное. Мама сталкивается с таким заболеванием, которое называется аденоиды, разрастание, аденоидное разрастание в носоглотке. И с учётом того, что в настоящее время применяют гомеопатические препараты широко, идут на поводу о гомеопатических принципах лечения аденоидной ткани, не понимая, что не сам факт наличия аденоидной ткани в носоглотке важен, а что блокада евстахиевой трубы, возможность перехода воспалительного процесса с аденоидной ткани в полость среднего уха чревата и воспалительным процессом полости среднего уха, и более другими осложнениями, такими, как и головокружение, и сенсионевральная тугоухость, потому что внутреннее ухо не может быть нечувствительно к инфекционному процессу. То есть аденоиды лучше удалять? Аденоиды лучше удалять, если есть хирургические показания. То есть степень их выраженности, частота обострений и, конечно, результаты осмотра. Да, врач. Это врач решает. Это врач решает. И не боятся этого. Да, сейчас это виртуозно делают. Да, сейчас это виртуозно делают. По поводу разрыва барабанной перепонки. Разрыв барабанной перепонки – это всё-таки очень запущенный воспалительный процесс. На самом деле не всегда это происходит спонтанно, поэтому некоторые врачи, ларингологи детские, делают такую манипуляцию, которая называется парацинтез, то есть искусственное вскрытие барабанной перепонки, и, соответственно, лучшая санация полости среднего уха. И последствий каких-то отдалённых быть не должно, если это правильно сделать? Нет, нет, нет. Если купируется процесс, а он купируется, потому что сейчас есть возможность сделать посев на флору и чувствительность. Сейчас мы обладаем большим спектром антибактериальных препаратов различных групп, поэтому лечение у детского лор-врача здесь всегда с очень хорошим эффектом. Наталья Степановна, скажите, пожалуйста, вот разные гриппы были, свиной, птичей, какого только гриппа не было. Прекрасно тоже мы знаем, что всё-таки отит – это чаще всего осложнение стрептококковой какой-то инфекции, скарлатина, как мы хорошо знаем, ангины возможные. Есть ли разница и есть ли способы профилактики отита, например, у, ну, пусть будут маленьких детей или взрослых детей, скажем так, при скарлатине, с одной стороны, и другой – вирусной. Это вот грипп отиты. Какой опаснее? Что с этим делать и так далее? Ну, так как мне хочется сказать, что я не детский реноларинголог, но тем не менее хочется сказать свои общие положения по этой ситуации. Мне так кажется, что санация вообще очагов инфекции. Это не должно касаться нозологии, а это должно касаться и хронических воспалительных заболеваний. Это могут быть и хронические танзелиты, это могут быть гаймориты, несанированная полость рта и, естественно, носоглотка. Поэтому мне трудно сказать вот о специфике. В любом случае, я хочу сказать, что вирусная этиология, она всегда более тяжелая, потому что вирус действительно проникает через гематоэнцефалический барьер. И известное вирусное заболевание, которое приводит к развитию головокружения, это висебулярный нейронит, поражение висебулярного ганглия, который лежит во внутреннем слуховом проходе. То есть инфекция проходит дальше за внутреннее ухо. И, конечно, вирусоносительство, оно чревато обострениями, поэтому, на мой взгляд, профилактика вирусной инфекции должна проводиться у каждого пациента, если он переносит грипп чаще, чем два раза в год, наверное, или вирусной инфекцией, то есть весной и осенью. Но здесь, мне кажется, повышение иммунитета, изучение иммунитета, это применение противовирусных... Ну, так же, как грипп. Да, да, противовирусных средств. И, наверное, хорошо сказать и о вакцинации. Вот, во всяком случае, я знаю... Вы за вакцинацию? Я за, да. Есть препараты, которые не обладают побочными эффектами, несмотря на то, что, как бы, каждое новое заболевание вирусное, оно идет с новым штампом, но, наверное, не повторяется. И я считаю, что очень многие мои пациенты говорят, что именно вакцинация привела к тому, что они не заболевают повторно. А вы сами вакцинировались об гриппах? Нет, ни разу не вакцинировалась, потому что я прибегаю к другим методам. К другим методам, так сказать, общеукрепляющей такой... Профилактическим. Общеукрепляющий образ жизни. Образ жизни, да. Это обязательно занятие спортом. Это тема новой передачи. То есть достаточно интересным, я думаю, для всех наших зрителей будет то, что ухо повинно, ухо со всеми, так сказать, его атрибутами, повинно в головокружении. Вот были ли у вас какие-то клинические ситуации, казалось бы, запутанные, может быть, интересные, которыми вы могли бы с нами поделиться? Ну вот, если вы разрешите, вспомню такой случай с пациентом молодого возраста, потому что, конечно, с возрастом возникают заболевания сердечно-сосудистой системы, такие, как артериальная гипертония, атеросклероз, хроническая коронарная недостаточность или сердечная недостаточность. И, конечно, больший вопрос в головокружении всегда возникает у лиц молодого возраста. И у меня был такой клинический пример, когда пациент в течение года испытывал снижение слуха на одно ухо, он обращался к сурдологам, надо сказать, что такой, так сказать, человек, неравнодушно относящийся к тому, что с ним случилось. И сурдологи ему поставили нейросенсорную тугоухость, диагностировали, сказали, что генез этой тугоухости они объяснять не могут. С одной стороны? С одной стороны, одностороннее снижение слуха. И вот у этого пациента на фоне присутствия на дискотеке под влиянием громкого звука случились вестибулярные нарушения в виде внезапного падения без потери сознания. Вот это очень напугало пациента, и он, естественно, пришел на обследование. Надо сказать, что 25 лет, все магистральные артерии работают хорошо, явлений патологии со стороны шейного отдела позвоночника нет, и нормальное артериальное давление. Но при исследовании такого параметра, как частота сердечных сокращений, мы обратили внимание на урежение ее и направили к кардиологам для более углубленного, можно и детального углубленного или детального изучения функции сердца с учетом циркадного ритма, не знаю, как это сказать, днем и в ночные часы. Оказалось, что в ночные часы частота сердечных сокращений была достаточно низкой, и пациенту поставили искусственный водитель ритма, который привел к его спокойствию отношения вестибулярных нарушений, но, конечно, слух восстановить не удалось. Таким образом, в механизмах развития периферического и шемического головокружения принимает участие не только состояние сосудов, ортопрогенное воздействие, но и частота сердечных сокращений минутный и ударный объем, потому как от минутного объема формируется фракция мозгового кровотока. Поэтому люди, которые перенесли инфаркт, у которых есть снижение ударного или минутного объема, они, конечно, тоже часто страдают головокружением, но это головокружение чаще уже центральное и ишемическое, в отличие от молодого пациента. То есть, грубо говоря, крови было так мало, потому что редко сокращалось сердце, что она не доходила до... С учетом того, что кровь обладает такими свойствами, как вязкость, и, естественно, вот эта недостаточность, и, самое главное, уязвимость внутреннего уха к ишемии. Почему? Потому что и в мозге есть зоны, которые не обладают достаточным количеством коллатерарии, но ухо точно не обладает, оно кровоснабжается конечными артериями вертебрально-базиллярной системы. Поэтому замедление сердечного ритма может провоцировать ишемию внутреннего уха, вызывая периферический вестибулярный синдром. Здесь важно еще отметить, что пациент попал на дискотеку, и в данном случае вестибулярным воздействием было не раздражение вращательное или какое-то движение там в машине, а именно звук. Вот такой саталитовый аппарат обладает чувствительностью к громкому звуку, и его дисфункция в виде острого одностороннего. Почему человек упал? Потому что мышечный тонус с одной стороны резко снизился, с другой сохранился, и балансировка нарушилась, и человек потерял равновесие. То есть когда он вам сказал, что он упал на дискотеке, вы уже сразу подумали о внутреннем ухе? Нет, я подумала о внутреннем ухе сразу, когда он сказал, что в течение года у него снижен слух на одно ухо. А, вот так. Понятно. То есть снижение слуха уже меня нацелило на то, чтобы предполагать, что то, что с ним случилось, связано с дисфункцией внутреннего уха, а не мозга, к примеру. Но в любом случае периферический ишемический кухлересибулярный синдром и его появление – это своего рода маркер уже ранних проявлений клинических в ортебрально-базиллярной недостаточности. Только необходимо в каждом конкретном случае установить причину развития этого синдрома. Получается, что от головокружения не застрахован ни молодой, ни пожилой, ни женщина, ни мужчина. Ну, а всё-таки в клинической практике какие-то половые различия есть или в описанной литературе? Наверное, всё-таки чаще страдают женщины. Женщины. Я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что женщины в нашей стране несут большую социальную нагрузку. И очень многие заболевания переносят, грубо говоря, на ногах. Поэтому они не придают достаточного значения колебаниям артериального давления, перенесённым воспалительным заболеванием. Вот мужчины в этом плане более привилегированы. Наталья Степановна, скажите, пожалуйста, вот, ну, во-первых, если у пациента есть головокружение, он понимает, что это головокружение, особенно после того, как сегодня мы дали некоторые разъяснения о том, что это за симптом. Какова его должна быть дальнейшая дорога? Каков должен быть алгоритм его действий? Есть ли в поликлиниках там неврологи, отоневрологи? Где можно себя проверить? Где можно проконсультироваться? Мне бы хотелось на этот вопрос ответить примерно так, что головокружение, когда пациент хотя бы один раз его испытал, он понимает, что он очевато тем, что человек может потерять равновесие и упасть. И это проблема лиц пожилого возраста. Поэтому, испытав хотя бы отдельный раз головокружение, пациент обращается в первую очередь к неврологу в поликлинике. Я думаю, что неврологов, конечно, мало, и в Москве даже, и поэтому к неврологу. И невролог исследует, понимает, как бы, что у лиц пожилого возраста могут быть такие заболевания, как артериальная гипертония, атеросклероз, и он его обследует по традиционной схеме. То есть он смотрит состояние магистральных артерий, уровень артериального давления, он смотрит липидный профиль, и ультразвук подтверждает, есть атеросклеротические нарушения. И, конечно, функцию сердца. И здесь надо сказать, что последние годы неврологи и кардиологи работают в тесной спайке, и у нас работает целая группа под руководством профессора Фанякина, который занимается кардионеврологией. Потому что кардиоэмболические инсульты занимают первое место. А инвалидизация, лучше инсульт предупредить, нежели его лечить, поэтому инвалидизация достаточно выраженная. Это связано с развитием самого инсульта и с упадением, которое чревато травматизмом высоким. Поэтому больные с головокружением не иссякает, они обращаются, их волнует не только какой диагноз, но и как эффективно лечить. Еще в 80-е годы мы читали статьи, которые из-за рубежа выходили под таким заголовком лечения, непокорного головокружения. Действительно лечить трудно. А почему трудно? Потому что трудно установить уровень поражения и причину, и эффект добивается при этом патогенетическом лечении. Поэтому, на мой взгляд, необходимо в первую очередь исключить заболевания воспалительные со стороны уха. Второе – это контролировать артериальное давление, знать свои цифры холестерина, глюкозы и, скорее всего, гемоглобина. Не только пониженный гемоглобин, но и высокие цифры, которые больше чем 170, они способствуют повышению вязкости крови, что очень важно. И поэтому знать клиническую свою... Да, вот часто все время боятся анемии. Надо нотировать внимание, что и очень высокий уровень холестерина, что часто бывает у курильщиков, у которых вязкость крови очень высока. Да, да, высока. Я бы обратила внимание всё-таки для молодых женщин на ограничения в приёме контрацептивов. Практически все они вызывают изменение в крови. Повышение давления. Да, да, и повышение свёртываемости крови, склонной к тромбообразованию. Поэтому, когда у меня молодые женщины переносят острый инфаркт внутреннего уха, то есть они теряют слух, и у них развивается вестибулярная дисфункция, которая длительное время, пока не наступит компенсация, сохраняется, то я в первую очередь спрашиваю, скажите, вы применяете контрацептивы, и если да, направляя на исследование крови, при повышении вязкости крови назначаете акугулянты, антиагреганты. Это очень важный аспект, и он у лиц молодого возраста важен. Путь прост. Терапевт. Да, путь прост. Терапевт. В поликлинике. Я думаю, что терапевт, если прослушал эту передачу или наши слушатели, они поймут, что прежде чем заниматься сосудистой патологией, необходимо обратиться к лору-врачу. Если когда-то были проблемы с сухом воспалительного генеза, и не обязательно с сухом, может быть, это хронические гаймориты, хронические танзелиты, необходимо в любом случае провести санацию, чтобы не было очага инфекции, потому как и на фоне очагов инфекции изменяется вязкость крови тоже. Понятно, понятно. Наталья Степановна, спасибо вам огромное за такое пояснение. Конечно, я думаю, что мы не все проблемы смогли обсудить, потому что вот это, мне очень понравилось, непокорное головокружение. Непокорное головокружение. Во-вторых, оно непокорное, во-вторых, оно действительно соответствует названию наших передач. Объять необъятное. Вот это нечто такое необъятное. И вообще чувство равновесия, это ведь очень древнее чувство, которое на биологической шкале, наверное, было даже раньше, чем чувство обоняния, чувство слуха. Да, оно филогенетически более значимое. Значимое, да. Потому что оно значимо для сохранения жизни. Если нет вот этой скоординированной работы... Это очень дискомфортно. Не убежать от врага, не прибежать к любимому и так далее. То есть жизнь, она теряет смысл. Ну и традиционно, Наталья Степановна, обратитесь к нашим зрителям с каким-то посылом. Всё-таки хочется, с учётом того, что мы совсем не коснулись темы центрального головокружения, а на мой взгляд, очень важно нацелить слушателей на то, что головокружение – это всё-таки чаще всего симптомы шимии мозга. Поэтому если у вас возникло головокружение, и при этом наблюдаются некоторые неврологические симптомы, такие как нарушение чувствительности на лице, двоение, изменение чувствительности на теле, нарушение глотания, пожалуйста, знайте, это ишемия мозга, и это требует срочного обращения к неврологу с последующим исследованием и госпитализацией. А так мне хочется, конечно, пожелать всем жизни без инсульта, и, конечно, легче предупредить любое заболевание – это и болезнь Миньера, и вирусный нейронит, и заболевание среднего уха, и тем более ишемическое поражение головного мозга. Спасибо вам, Оксана Михайловна, за проведённое интервью. А я хочу пожелать всем вам, дорогие друзья, чтобы вам посчастливилось попасть к такому врачу, к такому неврологу, какому мы сегодня видели, с которым мы сегодня общались, хоть и заочно. Я напомню, что в нашей студии была доктор медицинских наук Алексеева Наталья Степановна. Традиционно обращаюсь к вам. Берегите себя, здоровья вам и вашим близким. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok